Привет, друзья! Я Олеся Медведева, и это новый Ясно Понятно блог на канале Страна. И в предыдущем видео я уже объясняла, что я делаю в этой комнате. В общем, повторюсь вкратце, я нахожусь дома у своего папы в городе Константиновка. Это Донецкая область под контролем Донбасс. Во-первых, сегодня в Луцке проходит суд над Максимом Кривошим. Ему избирают меру пресечения. Наш корреспондент находится в суде, мы следим за всем этим в онлайне. Можете читать на нашем сайте Страна.юэ, а также подписаться на телеграм-канал Политика Страны. Там все максимально оперативно. В общем, Максим, этот просит журналистов называть его Максим Плохой, ведет себя весьма неадекватно, скажем так. И говорит, что это да, был действительно террористический акт и тень антисистемы. И как мы уже говорили ранее, то, что Зеленский выполнил требования террориста, повлечет за собой определенные последствия. И, собственно, мы их пожинаем уже сегодня. С самого утра в Полтаве, Полтавской области Украины появился еще один террорист, который взял заложника. Мы, как интернет-издание и средства массовой информации освещали все это. Ну и так сложилось, что Роман Скрипник, который новый полтавский террорист, ранее служил в АТО. И в одном из заголовков наших статей мы так и написали, что, в общем, бывший АТОшник, полтавский террорист взял в заложники человека. И после этого обнаружился человек, который какое-то время был в схроне, но периодически всплывает, знаете, как нечистоты всплывают. Вот так и он. Евгений Карась решил угрожать после этого заголовка редакции страны расправой. В общем, давайте разберемся в этой истории. Там интересно, смотрите до конца, и станет все ясно и понятно. Только Карасю станет вряд ли понятно. Чтобы было понятно, надо мозг иметь. Давайте сначала разберемся, что произошло с самого утра в Полтаве, что это за человек и кто он такой. Все началось с поста заместителя главы МВД Антона Герасченко. Он написал у себя в фейсбуке. 23 июля в Полтаве в 9 утра на улице возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожают взорвать. За руку он держал сотрудника полиции. На месте создан оперативный штаб. После переговоров злоумышленник обменял работника уголовного розыска на начальника управления уголовного розыска нацполиции в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле «Богдан». Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим, введено в действие полицейскую спецоперацию «Гром». То есть опять мы видим, что человеку с гранатой в руке, который взял заложника, предоставили автомобиль и он на нем поехал. На данный момент мы владеем информацией, что заложника отпустили, а сам горе-террорист где-то скрылся на момент записи этого ролика. Преступника зовут Скрипник Роман, ему 32 года, ранее он судимый, он женат, у него есть ребенок и, как я уже говорила, он служил в АТО. Его поймали на горячем, грубо говоря, когда он хотел присвоить себе транспортное средство, а заложника он взял, чтобы избежать наказания. Ну и требование его было, собственно, избежать наказания, хотя мы понимаем, что в случае террористического акта, да, избежать наказания невозможно. Хотя, подождите, мы же живем в Украине, тут и на поруки взять могут. Тем более, у него там есть психические проблемы, тоже он находился на стационарном лечении, а там признаки шизофрении могут взять на поруки. Ничто не исключено. Мы посмотрели, что этот человек, полтавский террорист, писал в социальных сетях, у него там есть очень интересные фотографии, а также посмотрели его биографию пеструю, можно так сказать, в реестре судебных решений. Пока вы будете наслаждаться фотографиями, я буду вам рассказывать подробности. Человек с таким же именем был осужден за кражу в декабре 2014 года, приговорили к трех годам условно. В феврале 2015 года призвали на военную службу. В начале 2016 года он вышел в запас. В марте 2017 года человек с таким же именем по решению суда был принудительно отправлен на стационарное лечение в Полтавскую областную психбольницу с диагнозом острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим. Просто супер! В кавычках. В 2019 году был приговор за кражу и наркотики. 1 июня 2020 года 10,5 тысяч гривен штрафа и лишение водительского удостоверения на год за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Судя по всему, полтавский преступник, который взял в заложники Купа, служил в Днепропетровской 25-й воздушно-десантной бригаде. И согласитесь, друзья, уже давно никого не удивляет, что какие-то там бывшие атошники или какие-то бывшие волонтеры являются фигурантами каких-то преступлений. Вот вспомни, там, соучастник Максима Кривоши, этого Максима Плохого, которого тоже задержали в Харькове и избирает ему меры пресечения, он тоже причастен к АТО. Вот и этот товарищ причастен к АТО. Да и бесконечно можно вспоминать случаи, прецеденты. Там, Катю Ганзюк опять же такие, кто облил? Человек, связанный с АТО. А батальон Торнадо. Да еще кучу всяких моментов можно вспоминать. Но то, что мы с вами по факту точно знаем, что люди, которые прикрываются своими УБДшками, которые говорят, что я там танки грыз, там, как Барбарис, я был в АТО, там, один день, два дня, все равно был, там, ветеран не в проворот или там волонтер. Вот эти люди, даже если они совершили какие-то серьезные преступления, не несут ответственности. Не несут. В суде этим судьям и прокурорам постоянно тыкают в лицо, что мол, смотрите, нельзя судить этих людей, потому что они герои, они защитники Родины. А тот факт, что они могут быть моральными уродами, но это частные случаи, я только о тех людях, которые являются фигурантами каких-либо преступлений. Вот это все нивелируется тем фактом, что они либо ветераны АТО, либо там волонтеры АТО, получается так. И тот факт, что мы постоянно называем вещи своими именами и привлекаем к этому моменту внимание и создаем посредством этого общественный резонанс, очень не понравилось вылезшему из хрона внезапно радикалу, лидеру группировки радикальной С-14 Евгению Карасю. И он написал целый пост у себя, как он хочет расправиться с журналистами страны. Но не только с медийными какими-то, а со всеми, и с техническим персоналом, с айтишниками, ну, слава богу, с охранниками бизнес-центра не решил разобраться. В фейсбуке за его риторику уже давно заблокировали, он отныне пишет в телеге, его не сильно читают, но, тем не менее, все то, что он написал, очень характерно для него. Посольство РФ не принимает граждан, поэтому пишу редакции страна UA через обращение в соцсети. Я не понимаю, он как гражданин Российской Федерации хотел в посольство обратиться? В общем, непонятно. Дальше он пишет, что есть информация, что персонал вашей российской агенции заигрался и будет отвечать за то, что вы языки собачьи всюду чешете, прабывший атошник захватил заложников Полтаве. Непонятно, что не так тут. Ему очень жаль, что мы ни разу не написали русский коммунист-террорист в Луцке. И вот он всему персоналу российской агенции страна, мелкие клерки, редакторы техотдел, какие-то ожидают аналогичные расследования, кто вы, кем являетесь, готовы ли отвечать за какую-то руснявую пропаганду бывших атошников и так далее. В общем, говорит, что будем публичными и прозрачными. Вот такая вот угроза от Евгения. А на самом деле я прекрасно понимаю, что именно взбесила Евгения. Вот сегодня господин Погребинский был над ним суд за то, что он напал на депутата от УПЗЖ Олега Волошина. Погребинского, собственно, отпустили на пороге, потому что он герой, потому что он атошник, потому что там Порошенко в футболке с пузом пришел за него рвать и метать. Потому что в ситуации с атошниками правосудие не работает. А если оно хоть раз сработает, то это будет прецедентом. А Женя Карась очень боится этого, потому что за ним грехов очень много. Я напомню, что именно члены группировки С-14, где лидер Евгений Карась, являются главными подозреваемыми в убийстве Олеся Бузины. И по некоторой информации к этому всему в том числе был причастен и Жека Карась. Только он под СБУшниками ходил, и его отмазали в связи с этим. Как, в принципе, отмазывали и убийц. Мы, конечно же, на эти угрозы будем реагировать, в первую очередь, в правовом поле. Ну и, в принципе, нам бояться нечего. Наша редакция очень много всего пережила. В том числе и таких клоунов, как Карась радикальных. Бродячих активистов и радикалов уличных, которые этим и зарабатывали, конечно же, можно понять. Если их никто не будет крышевать, то у них не будет денег. Не будет на свое бренное существование. А то и дела какие-то уголовные всплывут. Ведь они все нечистые, правда? А тут их перестанут покрывать. Вдруг. Хотя пока предпосылок к этому, знаете, нет. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно, блог на канале Страна Юй. Совсем скоро с вами снова увидимся. Видите, как у нас тут? Ну, очень интересно. Поэтому подписывайтесь на наш канал Страна Юй. Делитесь своим мнением в комментариях. Делитесь нашими видео со своими друзьями и знакомыми, чтобы они больше знали о том, что на самом деле происходит в Украине, в украинской политике. Да и не только. Совсем скоро увидимся. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok